МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весеннее настроение латгальского зоосада, что сегодня происходит в самом популярном в Латгалии царстве животных. Государственная поддержка латвийских предприятий на преодоление экономического кризиса, а также на переориентацию рынка составит 233 миллиона 600 тысяч евро. В рамках этого пакета бизнес может рассчитывать на поддержку в случае переориентации. Также финансирование будет доступно и для получения инвестиций, кредитов на оборотный капитал и инвестиции, кредитные гарантии и фонда собственного капитала. Подробности далее. В условиях энергетического кризиса, закрытия рынков сбыта и дефицита необходимого сырья для производства той или иной продукции, латвийские предприятия вынуждены корректировать свой бизнес-план. Причем сделать это нужно оперативно, чтобы как минимум удержаться на плаву. Государство заявило о том, что в этих обстоятельствах готово помочь предпринимательской сфере, выделив для этой цели более 200 миллионов евро. Так, на переориентацию рынка в виде грантов уже доступно 38 миллионов 700 тысяч. В данном случае на эту материальную поддержку до конца следующего года смогут претендовать представители малого и среднего бизнеса. Средства могут быть направлены на такие цели, как адаптация товаров или услуг к зарубежным рынкам, продвижение своего бренда, товара или услуги в зарубежных СМИ, разработка интернет-магазинов, применение цифровых решений и платформ, организация международных мероприятий и участие в отраслевых ассоциациях. В инвестиционном фонде доступно 100 миллионов евро. Ожидается, что в рамках программы к 2029 году будут достигнуты следующие результаты. То есть, создано 800 новых рабочих мест, увеличится экспорт примерно на 300 миллионов евро, а также 25 миллионов евро на исследования. По этой программе кредиты будут выдаваться до конца 2023 года, и их смогут получить средние и крупные предприятия. Поддержка будет предоставляться только компаниям с высоким экспортным потенциалом и в приоритетных секторах. Также будут поддерживаться инвестиции в новые основные средства, включая оборудование, здания и сооружения. За эту поддержку ответственно финансовое учреждение развития «Алту». Еще 94 миллиона евро будут предоставлены в виде гарантии, чтобы помочь смягчить последствия войны на Украине. Помощь будет предоставлена до конца следующего года малым и средним предприятиям. В марте годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Европейской экономической зоне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные статистическим бюро «Эйростат». Годовая инфляция в стране в марте составила 11,5%. Более высокая в прошлом месяце она была в Литве, Эстонии, Чехии и Нидерландах. Что будет дальше? Прогнозы неутешительные. Об этом и о том, как Латвия и латвийцы будут преодолевать энергетический кризис, смотрите в нашей рубрике «Интервью недели». Наш собеседник Юрий Спуца, депутат 13-го Сейма, председатель парламентской комиссии по административно-территориальной реформе. Надо отвечать и прямо. Такой ситуации, что цены не поднимется, невозможно. Цены на мировом рынке для энергоносителей очень сильно выросли. И это нет в силах латвийского или любого другого правительства удерживать эти цены. Это связано с теми происшествия, которые сейчас есть в мире. И в такой ситуации, конечно, то, что может сделать правительство, это помогать тем, у которых есть большие проблемы, заплатить за эти ресурсы. То, что я призывал и призываю сейчас правительству принимать решение о том, чтобы уже начиная с 1 мая, ну, с 1 июня, начал работать новая программа помощи жителям. Есть возможность особенно помогать тем, которым самые маленькие зарплаты или пенсии. Принимать решение, например, о том, что индексация пенсии должна происходить раньше, чем 1 октября, потому что цены растут уже сегодня. Цены значительно выросли, и цены на отопление следующей зимой будут значительно выше. Это, как я говорил, означает, что у нас для правительства есть необходимость принять решение о том, что новые все пособия, все пенсии должны быть пересмотрены, учитывая этот фактор роста цен. Цены на энергоносители были около 50% ниже, чем в нынешний уровень. Если мы продолжали в таком плане продолжать удерживать цены, ну, в этом году мы бы, нужно у государства найти огромные деньги, там, 2 или даже больше миллиардов евро. Это невозможно, и нужно в этом плане переходить на более... Ну, надо помогать тем, где нужды наиболее, но нужно, где проблем побольше, и надо, конечно, и, например, городам в этом плане принимать решение. Есть возможность увеличивать те инвестиции, которые есть, чтобы, например, отопительные системы перешли на другие ресурсы, нет природных газов. Есть еще возможность и в этом летом это изменять, и тогда рост цен не будет такой большой. Латвизгаз был один из участников рынка. Сейчас из тех природного газа, который находится в хранилище, самый большой владелец этого газа – это Латвенерго, тоже государственная компания. И сейчас работаем на том, чтобы этот газ был возможно покупать и другим потребителям, домохозяйствам, потребителям, которые используют для централизированного отопления. Но там еще нужен природный газ, и Латвизгаза должна и сама ответить. Сейчас очень большой риск того, что российский газ вообще не поступит. И как они будут покрывать свои долговые обязательства? Они имеют долговые обязательства перед конкретными потребителями. Какий у них план получить природный газ, если газа из России не будет? ПВН – это самый главный доход государства. Государство покрывает все нужды, учитывая, включая зарплаты, включая пенсии, включая другие расходы, которые нужны. ПВН – самый большой доход. В принципе, принятие решения о уменьшении ПВН значит, что будет меньше денег на то, чтобы покрывать расходы. Если там инцидент, например, унижать акциз на топливо, например, но там другая ситуация. Нужно учитывать, что рыночные цены на само топливо очень нестабильны сейчас. Если даже государство сегодня бы приняло решение уменьшать акциз, уже в следующий день те же самые 10 или 12 центов на литр топлива могли бы прийти назад именно из-за того, что цена в рынке, в бирже поменялась. Нужно дождаться до ситуации, когда цены становятся более стабильнее, и в тот момент принимать те решения по налогам, которые могут повлиять в долгосрочной перспективе. Очень важный фактор будет экономическая безопасность, безопасность людей, их ощущение о том, что будет заработать на следующий день, возможность покрывать доходы. Это будет очень важный вопрос. И дорогой вопрос. Мы должны принимать решения, связанные с безопасностью нашей страны, принимать те необходимые шаги, шаги, которые гарантируют безопасность. И третье, конечно, социальная поддержка становится очень важным фактором в этом году. В продолжении темы. Одним из вариантов поддержки населения в условиях энергетического кризиса и грядущего экономического кризиса является повышение минимальной заработной платы. Так, Министерство благосостояния планирует с нового года повысить минимальную зарплату до 640 или 700 евро. Об этом в одном из своих интервью заявил глава Министерства благосостояния Гатис Эклитес. По его словам, это будет одной из мер поддержки населения в связи с ростом цен. Скорее всего, минимальная зарплата увеличится до 640 евро, поскольку повышение с 500 евро до 700 может оказаться слишком стремительным и неподъемным для работодателей. Эклитес указал, что это предложение может быть рассмотрено при начале разработки бюджета на следующий год, хотя договоренность об этом в коалиции пока не достигнута. Министр напомнил, что в этом году сохранится такой вид помощи, как жилищное пособие, то есть государство софинансирует 50% расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг. Как сообщалось, ранее правительство планирует разработать механизм адресной поддержки для тех, кто в ней нуждается. Какие категории жителей смогут рассчитывать на эту помощь, станет известно чуть позже. Найти сегодня ответственного подрядчика, который не завалит проект, а реализует его восстановленный контрактом срок, большая редкость. Якоповскому краевому самоправлению не повезло, и новый учебный год ученикам Якоповской гимназии придется начинать на чемоданах во временных помещениях. Почему Якоповское самоуправление вынуждено разорвать договор, что помешало строителям выполнить взятые на себя обязательства. Об этом далее в сюжете наших коллег из Якоповса. Строительные работы при инновации здания Якоповской государственной гимназии приостановлены. На объекте уже несколько недель не наблюдается никакой активности. На вопрос, что происходит, самоуправление Якоповского края поясняет. Пришлось в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиком компанией «Зенг», поскольку в деятельности фирмы были выявлены многочисленные нарушения. Начиная с 18 марта текущего года, фирма «Зенг» необоснованно приостановила строительные работы. Кроме этого, подрядчик не соблюдал утвержденный ранее график работ. Они остановили работу, сославшись на чрезвычайную ситуацию, войну и так далее. Они также попросили провести различные индексации и увеличить стоимость проекта на 30%. Одним словом, дайте нам больше и все. 12-13 апреля Якоповское самоуправление пригласило представителей «Зенг» на встречу главной темы которой был заявлен вопрос о выполнении условий договора. Но подрядчик на нее не явился. Проблемы с реализацией проекта возникли уже давно, и самоуправление неоднократно указывало на это подрядчику. «Зенг» не выполняет условия контракта, но все переговоры со строителями заканчивались безрезультатно. С другой стороны, наказать нерадивого подрядчика, так сказать, рублем, оказалось невозможно, поскольку этого не предусматривает контракт. Договор предусматривает лишь выплату неустойки за прострочку платежа. Процесс расторжения контракта юридически сложен и может занять какое-то время. Сохраняется неизвестность и в вопросе объявления нового тендера на строительные работы. Единственное, что сегодня уже очевидно, день знаний для учеников гимназии начнется не в стенах родной школы, а во временных помещениях. На данный момент исполнение договора составляет чуть более 50%, хотя весь комплекс, включая спортивный зал, должен быть сдан в июле. Но в спортивном зале ремонтные работы даже еще и не проводились. Здесь складируется оборудование, которое нельзя перенести в другие помещения, поскольку там ремонт еще не закончен. И сегодня я даю 99%, что 1 сентября навряд ли мы сможем вернуться в школу. А это значит, что учителя и ученики гимназии вынуждены будут начать следующий учебный год, повторимся, во временных помещениях. Процесс расторжения договора требует, чтобы страховая компания вернула нам авансовый платеж. Это предусмотрено контрактом, но есть вероятность, что сделать это будет непросто. Но мы приложим все усилия, чтобы вернуть эти гарантии. В ближайшее время представители муниципалитетов встретятся с коллективом гимназии, чтобы обсудить обеспечение учебного процесса на следующий учебный год. Продолжаем нашу программу срочной новостью. Сегодня на внеочередном заседании Дагубинской городской думы большинством голосов депутаты самоуправления проголосовали за подготовленный проект решения о повышении проезда в общественном транспорте Дагубинса и отмене бесплатного проезда для сеньоров. Против были депутаты Яни Слачпризис и Евр Шкинч. Ивы Таюкшинска, Патриц Залба, Игорь Прилатов, Игорь Алексеев участие в заседании городской думы не приняли. Итак, согласно принятому решению, с 1 июня стоимость проезда в городском трамвае или автобусе составит 70 евроцентов. Столько же придется заплатить за перевозку животного и багаж. С этого дня проезд для сеньоров будет стоить 20 евроцентов. Бесплатно смогут ездить только школьники и инвалиды. С июня также будет отменен и льготный проезд, действующий в праздничные дни. Что касается стоимости проездных билетов, этот вопрос вызвал горячие споры на прошлом заседании думы, то их будет два вида. Первый, стоимость которого будет равна 40 евро, будет действовать на всех видах городского общественного транспорта и в течение всех дней недели. Второй вид проездного билета будет также действовать во всех видах общественного транспорта города, но только во время рабочих дней, то есть с понедельника по пятницу включительно. Стоимость такого проездного билета составит 30 евро. Что может быть увлекательнее, чем наблюдать за жизнью братьев наших меньших? В Даугуплсе эту возможность предоставляет латгальский зоосад, который стал домом и для экзотических животных и рептилий, и для тех, с кем мы сталкиваемся ежедневно в нашей жизни. Наблюдать за ними одно удовольствие. Да, скорее всего, хотя бы раз в своей жизни вы посетили наш зоосад, но животные, как и люди, растут и постоянно меняются. И повадки у них с возрастом становятся совсем иными. Подробности в нашем следующем репортаже. С приходом весны расцветает не только природа, а длительной зимней так называемой спячки просыпается и человек, и животные. Весной на мир смотришь как-то по-другому и будни уже не кажутся столь мрачными. Не верите? Тогда добро пожаловать в латгальский зоосад, который в новом сезоне подготовил для вас множество сюрпризов. В зоопарке основное это дополнение экспозиции, это новые животные, в основном это будут рыбы и морские животные. Самая особенность из приобретенных животных это будет скат речной, ну и дополнительно то, что зоопарк постепенно обновляет экспозицию, дополняет территорию. С каждым годом семейства латгальского зоосада становится все больше и демографический кризис ему точно не грозит. Поэтому и без того многообразный животный мир этого царства государства с каждым годом становится все краше, ярче и интереснее. В этом году ожидается пополнение дополнения животных новых. В основном это будут насекомые, конечно, рыбы. Ожидаем листорезов насекомые будут, которые у нас были. Но в данный момент мы ждем новую семью. Также и окончание многих начатых проектов. Черепахи это одни из главных жителей Латгальского зоосада. Любят их здесь, холят и лелеют. Поэтому неудивительно, что в атмосфере любви и заботы черепахи отложили несколько яиц. Примерно через два месяца из них должны вылупиться маленькие черепашки. Это специальное оборудование, которое позволяет нам наблюдать за эмбрионом, за рождением новой жизни и его развитием. Здесь у нас в фойе живут инвазивный вид из Северной Америки. К нам его приносят разные люди, которые когда-то купили их в зоомагазинах и обычно говорят, что они не вырастают. Когда они вырастают, их приносят к нам. Эта черепаха живет примерно до 50 лет и поскольку к нам каждый год новых приносят, у нас здесь уже 49. Приятный сюрприз преподнесло зоологам латгальского зоосада и семейство попугаев. Этой красавице, а быть может красавчику, пол пока не установлен, уже более 70 дней со дня рождения. И сотрудники зоосада не могут нарадоваться этой милой птице. Но чтобы животный мир был бы ближе к человеку, сегодня зоосад реализует множество проектов. Один из них это благоустройство территории и создание болотной тропы и площадки для наблюдения за чайками и другими птицами, для которых это Даугуповское болото стало родным домом. В данный момент реализуется проект совместно с Литвой города Маникичай и облагораживается территория зоопарка. Также в этом проекте включено то, что будет подход к ближнему болоту для просмотра птиц. Приходите в Адгальский зоосад один или всей семьей и неважно ребенок вы или взрослый поверьте скучно не будет никому. И в завершении программы о погоде. В выходные дни с юго-востока Латвия пересечет полоса дождей а затем начнется похолодание. В субботу все еще будет тепло. На большей части страны на солнце воздух прогреется до плюс 14-17 градусов. На несколько градусов холоднее будет в Дагубелсе, где ожидаются дожди, а также на побережье, где будет дуть северный северо-восточный ветер. В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии ожидается дождь. Дожди пройдут и днем. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 6-12 градусов. А на следующей неделе ожидаются кратковременные дожди. Из-за более холодного воздуха, который поступит с севера, местами возможны также град и мокрый снег. В самые холодные ночи температура воздуха будет опускаться чуть ниже нуля. В самые холодные дни температура не превысит плюс 5-9 градусов, а в самые теплые дни столбик термометра поднимется до плюс 9-15 градусов. На этом все. Всем хорошего вечера и всем хороших пасхальных выходных. Редактор субтитров Корректор А.Егорова